Я думаю, все уже знают, что несколько дней назад в своем доме в возрасте 43 лет скончался прекрасный актер и очень храбрый человек Чедвик Боузман, которого миллионы зрителей знают благодаря роли Черной Пантеры. И как это часто бывает с такого рода людьми, даже после смерти личность Чедвика продолжает жить в информационном поле, вызывая эмоции у огромного количества простых людей по всему миру и, конечно же, коллег актера по цеху. Так как же последний твит Боузмана стал самым популярным за всю историю Твиттера? На какую роль в MCU он изначально претендовал? Сколько фильмов успел сделать со своим страшным диагнозом? И что говорят коллеги актера по киновселенной Марвел после его печального ухода? Конечно же, Марвел, в котором Чедвик Боузман играл очень важную роль, а должен был сыграть и еще куда более существенную, не смогли не отреагировать на то, что произошло. Поэтому в официальном аккаунте студии появился твит «Наши сердца разбиты и мы думаем о семье Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно, покойся с миром». Данное сообщение вызвало большое одобрение у аудитории и, кстати говоря, изначально Чедвик Боузман должен был играть в Марвел вовсе не роль Черной Пантеры, а роль Дракса Разрушителя и Стражей Галактики, так как сперва актера смотрели именно для этой франшизы. Но позже Чедвик нашел свою нишу в Марвел, заслужив при этом любовь и уважение коллег. Так что Бри Ларсон, она же Капитан Марвел, видимо учла свои промахи с типа почтением памяти Стэна Ли и опубликовала на самом деле уважительный текст о Чедвике, с которым, правда, она почти что и не пересекалась в Марвел. И все же Ларсон отметила, что в этом человеке сочеталась мощь и умиротворение, а также что она сама считает честью иметь об актере ту память, что у нее есть. Короче, на этот раз слова Бри на самом деле, что не часто с ней бывает, были поддержаны подавляющим большинством публики, но, конечно, больше всего пробирают слова актеров, которые действительно успели хорошо узнать и сдружиться с Чедвиком на съемках. Марк Руффало высказался в своем очень трогательном твите, какой человек и какой бессмертный талант. Брат, ты был одним из величайших людей всех времен и твое величие только началось. Господи, люблю тебя, покойся с миром, король. Райан Райнольдс, ровесник Чедвика, признался, что он просто опустошен смертью своего коллеги и друга, написав в своем твиттере, что это огромная потеря. Роберт Дауни-младший также отдал дань своему коллеге в трогательном послании «Мистер Боузман выровнял игровое поле, борясь за свою жизнь. Это героизм. Я буду помнить хорошие времена, смех и то, как он изменил игру», написал Дауни-младший в своем твиттере с очень эмоциональным гиф-изображением этих самых хороших времен. Так что, как видите, многие звездные коллеги Чедвика отдали актеру последнюю дань, но, кстати, до короля они и близко не смогли дотянуться, потому что последний твит в аккаунте Чедвика, в котором его семья сообщила о смерти актера, стал, даже не знаю, корректно ли будет так говорить, самым популярным твитом за всю историю, по сведениям, опубликованным в Ариете. На данное время под постом количество лайков в память об актере близится к 8 миллионам, а ретвитов почти что 2,5. Так что даже после смерти Чедвик Боузман умудряется бить рекорды всех живых его коллег. Если же говорить о живых, то также своим горем поделился с миром и Капитан Америка Крис Эванс, написав «Я абсолютно опустошен, это ужасающе, Чедвик был особенным, я бесконечно благодарен за нашу дружбу, покойся с миром, король». Также добрыми словами о Боузмане поделился и режиссер Черной Пантеры Райан Куглер, сказав, что тот защитил своих коллег от страданий. Ну а последний фильм Чедвика под названием «Черное дно», где он играет чикагского трубача 70-х годов, должен будет выйти на Нетфликс в конце этого или начале 2021 года. Вообще же стоит отметить, что за время болезни, а напомню, что онкология у Боузмана была обнаружена уже на предпоследней, третьей стадии, и все же даже в таком состоянии здоровья актер снялся еще в семи фильмах, а его коллеги так ничего и не узнали о состоянии здоровья их партнера, что говорит очень обо многом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok